Каждую весну мы удивленно озираемся вокруг и, мягко говоря, недоумеваем. Откуда весь этот мусор? Ведь зимой его вроде не было. Почему горы хлама возвышаются под нашими окнами? Почему наши дворы превратились в филиалы поселковой свалки? Я же не бросаю мусор, и мои друзья не бросают. Так откуда все это? Действительно, откуда? Объяснение этому феномену просто и лаконично. Это мы. Охаем, ахаем, а потом по общему призыву берем в руки грабли и метлы и начинаем возвращать родному поселку приличный вид. Такие субботники делают чище не только улицы, но и нашу совесть. Мы действительно искренне верим, что дальше будет по-другому. Но на следующий год, тяжело вздохнув, мы вновь выходим на уборку. И все начинается сначала. Несмотря на то, что уже, в принципе, до субботника у нас уже было так довольно-таки чисто, еще во время субботника мы вывезли 42 машины мусора. Субботник в этом году вообще отличился рекордами. Во-первых, прошел гораздо раньше, чем обычно, благодаря ранней весне. Во-вторых, масштабно убраны были даже промзоны вертолетной площадки. Ну а в-третьих, в стороне остались считанные единицы. Из 220 домов на территории Ярцеля не прибрались только 5-6 домов. Кто-то ссылается троица, как бы работать нельзя было, кто-то на погоду, где-то еще не подсохло. В принципе, смотрим, уже два дома опять прибрались уже за эти выходные. Поэтому мы пока не будем эти дома озвучивать. Я думаю, они сами видят, что везде чисто и приберутся. Убрали территорию вокруг здания полностью. Деревья обстрегли, чтобы было красиво. Траву старую почистили. Вон наш добросовестный мусор. Хочется, чтобы было чисто и красиво. Но вот никак не получается у наших граждан донести ненужный мусор до урн. Коих немало на такой скромный по своим размерам населенный пункт. Обертки, пакеты, бумажки и бутылки летят и летят мимо урн. А иногда просто под ноги. И это еще не все. Особых мучений убирающимся доставляют в основном сигаретные окурки. Вот уж действительно зло. Есть люди, которые курят, которые не приучены к порядку. Что иди, сбрось где-нибудь в урну. Бросают в разные стороны. Вот они все и появляются. Где ветром надуло. Предмет не тяжелый, а потому можно и принести его несколько метров. За зиму этого добра на наших улицах накапливается несметное количество. Вряд ли приятно, когда ваши дети ходят по этим залежам. Хочется, чтобы на будущее, если так уж хочется вам идти на улицу курить, дойдите до следующей мусорки, до ближайшей, выбросите туда бычок. Чтобы потом не было такого беспорядка.